Приветствуем всех, кто готов послушать все скромные впечатления и мысли о продолжении такой игры как Гевашок. Ну, точнее о второй части. И если судить с точки зрения геймплея, то это вполне себе добротное продолжение, где разработчики не стали изобретать велосипед, а лишь доработали те аспекты, которые у них были, добавив парочку. Разве что остался некоторый перекос в получении ресурсов, так как под финал их выдается очень много, а распределять их фактически некуда. Точнее, разумеется, на что их потратить всегда найдется, но тем не менее, именно тот факт, что нам все это выдается только под конец, когда мы по сути и насладиться всем приобретенным особо не сумеем, слегка удручает. Но, тем не менее, в большей степени меня смутило повествование. И, да, наблюдать за историей, где в чем-то пугающее порождение сумрачного гения становится для ребенка ближе родной матери, безусловно, интересно. Но некоторые моменты, которые нам пытаются представить сценаристы, будут несколько натянуты. Начать с того, что главный антагонист ставится на одну ступень с Эндрю Райаном и Атласом. И это при том, что в оригинале никаких они упоминаний мы не встречали. Да, нам пытаются объяснить, что Эндрю Райан вел жесткую цензуру и просто стер все упоминания о данной женщине. Но, во-первых, Эндрю Райан, насколько мы помним с первой части, был против подобных методик, потому что именно свобода человека стояла для него на первом месте. Но, кроме того, даже если предположить, что он поступился в подобной ситуации своими принципами, но не хотят же нас уверить сценаристы, что Райан, ну или его люди, вырывались в каждую квартиру, обыскивали все вещи, сжигали все вырезки, все записи, а в том числе стирали у людей память, чтобы они никогда не вспомнили, что некогда в восторге работала некая женщина-психолог. Даром, что записи в свое участие мы такие в течение этой части находим. Или, к примеру, Тенненбаум, надеюсь, произношу правильно, которая появилась в начале игры и после этого больше на связь не выходила. Да, нам пояснили, что она отправилась на поверхность, спасая тех сестеронов, которые ей удалось с собой вывести. Но, тем не менее, если бы мы с ней не встретились, то сюжетно это бы ни на что не повлияло. То есть, она была введена, судя по всему, исключительно для того, чтобы показать взаимосвязь оригинала и продолжения. Так как, если бы не она, по сути, единственное, что объединяло бы эти две части, это окружающая обстановка. Потому что даже мутанты, которые в оригинале охотились за сестричками, здесь этих самых сестричек защищают. Ну, что очевидно от нас. Ну и также остался мне немного ясный момент относительно сестричек. Впрочем, тут уже может влиять тот факт, что часть записей мной была прослушана недостаточно внимательно. Но, насколько я помню, в оригинале никаких проблем со взрослением у сестричек не было. Более того, по крайней мере, у меня сложилось впечатление, что девочки, в принципе, не взрослеют. Единственный способ потерять сестричку, это если до нее доберутся мутанты. И даже здесь, к слову, есть тоже не то чтобы расхождение, но небольшой парадокс. Поскольку добраться до сестрички можно только избавившись от ее опекуна, то несколько странным было упоминание о том, что опекуны каким-то образом удлились лишаться сестричек, будучи при этом целы и невредимы. Что, кстати, даже противоречит вдвойне сказанному ранее, так как нам объяснили, что, к примеру, та же Альфа-серия, с которой мы сталкивались под финал, должна деактивироваться в случае гибели их подопечных. И да, можно было предположить, что это какой-то сбой, но мы также находим запись, которая говорит, что все объекты, теряющие своих подопечных, становились агрессивны. И тем не менее, несмотря на все эти моменты, прохождение для меня было весьма приятным. Так что на этом, пожалуй, все.